Привет! В начале года компания Samsung представила обновленную линейку своих флагманских устройств Galaxy S20. В нее вошли три смартфона, это обычный Galaxy S20, его версия с увеличенным экраном Galaxy S20 Plus и S20 Ultra 5G, аппарат с максимальным функционалом, умеющий записывать 8К видео и поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Каждый девайс из этой троицы получился по-своему интересным и на сегодняшний день успел обзавестись внушительной аудиторией. На мой взгляд, это неудивительно, поскольку смартфоны относятся к самому высокому ценовому сегменту, в них установлено мощное железо, классные камеры, да и сами по себе они сделаны из премиальных материалов. С другой стороны, большинство покупателей, особенно среди молодежи, не отказались бы от флагманских характеристик, но пока что не готовы переплачивать за стеклянный корпус или изогнутый экран. Корейцы это прекрасно понимали, поэтому осенью на прилавках магазинов появился один из самых доступных флагманов Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Логика проста — предложить топовое железо за относительно небольшие деньги, сэкономив при этом на менее востребованных функциях. Собственно, Fan Edition в названии означает, что телефон создавался с упором на пользовательские предпочтения, и перед тем, как начать разработку, производитель изучал пожелания аудитории в разных странах, чтобы в дальнейшем учесть их при производстве смартфона. Комьюнити не подвело, смартфон получил отличный набор характеристик, среди которых быстрый процессор Exynos 990, такой же, как у старших моделей в линейке, экран с частотой обновления 120 Гц, беспроводная зарядка и пылевлагозащита по стандарту IP68. Цена в российской рознице при этом составляет около 50000 рублей за 128 ГБ. Итак, Fan Edition отличается от обычного S20 материалами корпуса, разрешением телеобъектива, наличием оптического сканера отпечатка пальца вместо ультразвукового, разрешением 4К вместо 8К видео и уменьшенным до Full HD Plus разрешением экрана. Остальные характеристики полностью совпадают, впрочем, дальше я об этом расскажу более подробно. По своим габаритам смартфон ближе к S20+, его размеры, вес и емкость аккумулятора очень схожие, диагональ, правда, несколько меньше, 6,5 дюймов против 6,7, но, повторюсь, размеры практически одинаковые из-за чуть более заметных рамок вокруг дисплея у новинки. Девайс позиционируется как доступный флагман, поэтому задняя крышка у него полностью выполнена из матового пластика. В компании Samsung называют этот материал Glastic, то есть это производная от английских слов Glass и Plastic. Визуально отличий от обычного пластика я не нашел, но этот материал заявлен как более износостойкий, его сложнее поцарапать или разбить. Правда это или нет станет понятно с течением времени, но отпечатки пальца на таком покрытии совершенно точно менее заметны, чем на стекле. Окантовка по периметру корпуса здесь единственный металлический элемент, она добавляет приятную тяжесть к конструкции и делает ее более жесткой. Ко мне на тест попал смартфон в темно-синем цвете, он выглядит довольно спокойно и повседневно. Поскольку аппарат ориентирован на молодую аудиторию, в продаже можно найти еще пять вариантов расцветок. Красный, белый, лавандовый, мятный и оранжевый. С моей точки зрения последние два цвета выглядят наиболее выигрышно. Смартфон достаточно крупный, но из-за вытянутого дисплея держать и управляться с ним одной рукой вполне удобно. На его задней стороне расположился массивный блок тройной камеры со вспышкой, на правом торце находится кнопка включения питания и клавиши регулировки громкости. Динамики и разъем USB Type-C поместили на нижнюю грань корпуса, а лоток для сим-карты на верхнюю. Благодаря стереодинамикам звучание очень чистое, громкость выше среднего, так что смартфон смело можно считать музыкальным. А вот разъемы для наушников, что называется, не завезли, так что готовьтесь использовать беспроводные или наушники с интерфейсом USB Type-C. Еще из важных особенностей хотелось бы отметить пылевлагозащиту по стандарту IP68 и поддержку беспроводной зарядки. Как я уже сказал, диагональ дисплея составляет 6,5 дюймов, разрешение Full HD+, матрица выполнена по Super AMOLED технологии и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Дисплей отличный, максимальная яркость и качество цветопередачи типичны для топовых смартфонов, но мне, как давнему фанату IPS матриц, картинка поначалу казалась немного перенасыщенной. Это не минус, а скорее особенность всех AMOLED дисплеев, для фильмов и игр они отлично подходят, а вот например фотографии обрабатывать не очень удобно, потому что отображаемые на дисплее цвета немного отличаются от того, что есть на самом деле. Сделать изображение более приближенным к реальности можно, изменив в настройках цветовой профиль с насыщенных цветов на естественные. От повреждений экран защищает закаленное стекло Gorilla Glass 3-го поколения. Как я уже сказал, дисплей у гаджета 120 Гц, владельцы смартфонов до сих пор спорят о целесообразности такого нововведения, но факт остается фактом, пролистывание экранов работает намного плавнее, чем на обычных 60 Гц матрицах, при этом полностью пропадает эффект рваной анимации. Главный минус такого решения – это повышенное энергопотребление. Впрочем, если автономность для вас важнее, всегда можно переключиться на классические 60 Гц. Сканер отпечатка пальца находится под экраном, в отличие от остальных смартфонов из линейки S20 он здесь не ультразвуковой, а оптический. Многие жаловались на стабильность его работы в ранних версиях прошивки, но я с подобным явлением ни разу не сталкивался, сканер практически всегда отрабатывал идеально. Ни к скорости работы, ни к точности распознавания нажатий претензий у меня не возникло, но, разумеется, я тестировал устройство после установки всех доступных обновлений. Поэтому и других проблем, о которых писали некоторые пользователи, у меня, к счастью, не возникало. Тачскрин, например, работал абсолютно нормально, фотографии кадрировались плавно и без рывков. В Россию привезли смартфон с процессором Exynos 990, который устанавливается в большинство флагманов корейской компании. В Европе можно найти версию со Snapdragon 865, но поставляется она только в те страны, где работают сети 5G. Причем, как правило, там доступны обе модификации, но Snapdragon стоит на 100 евро дороже. В сегодняшних реалиях это ощутимая разница, поэтому логика производителя здесь понятна. S20 FE хоть и флагман, но максимально доступный и делать его дороже на 8-10 тысяч рублей нет абсолютно никакого смысла, поскольку производительность Exynos 990 на самом деле находится на очень высоком уровне, и игры вроде Call of Duty Mobile или PUBG бегают на нем резво даже на максимальных настройках графики. Корпус при этом немного нагревается, но критических просадок производительности не происходит. Результат троттлинг-теста вы можете увидеть у себя на экране. Общие впечатления от скорости работы крайне положительные, система летает практически, работает очень быстро, можно запускать абсолютно любые игры и приложения, при этом смартфон никогда не задумывается даже на долю секунды. Чувствуется, что запас производительности внушительный и его хватит еще на несколько лет вперед. Что касается остальных характеристик, на борту установлено 6 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 гигабайт быстрой встроенной памяти UFS 3.1. Если вы храните в смартфоне большое количество контента, наверное имеет смысл обратить внимание на версию 8.256. Хотя карты памяти microSD здесь тоже поддерживаются, максимальный объем 1 терабайт, но слот гибридный и пользователю придется делать выбор между дополнительной сим-картой или расширяемой памятью. Разумеется, есть поддержка NFC, Bluetooth 5 версии, Wi-Fi 6 версии и всех популярных беспроводных интерфейсов. Я много снимаю видео и фотографирую, поэтому качество камеры для меня один из главных аргументов при выборе смартфона. Полнокадровая беззеркалка – идеальный вариант для студии, но вот в поездке брать ее не всегда удобно и в этом плане смартфон очень часто выручают. В S20 Fan Edition блок камеры практически полностью перекочевал из старших моделей. Он стоит из трех модулей – основной на 12 Мп, ультраширокоугольный на 12 Мп и телеобъектив с трехкратным оптическим зумом на 8 Мп. Единственное отличие от камеры обычного S20 – уменьшенная с 64 до 8 Мп разрешения телевика. Основная камера позволяет делать прекрасные детализированные фотографии в солнечную погоду, для условий недостаточного освещения есть ночной режим. В целом уровень полученных фотографий безусловно флагманский, ссылку на исходники я обязательно добавлю в описании к этому ролику. Широкоугольный объектив тоже неплох, но резкость и детализация по краям кадра у него несколько ниже, чем у основного. Впрочем, у всех телеобъективов обычно такая беда – они снимают чуть-чуть хуже, чем основные. Опять же он более требовательен к условиям освещения и в темное время суток картинка существенно деградирует. Телеобъектив получил тройной оптический зум, но из-за более низкого разрешения он немного уступает телеобъективу из Galaxy S20. Впрочем, на улице в солнечный день снимки все равно получаются весьма достойные, можно фотографировать отдаленные объекты без существенной потери качества. А еще смартфон умеет снимать отличные 4К видео с фреймрейтом до 60 кадров в секунду. Присутствует электронная система стабилизации, позволяющая получать плавные кадры даже при съемке с рук. Вообще, с точки зрения видео аппарат может предложить много интересного, у него есть профессиональный режим с ручной настройкой параметров экспозиции, при этом видео можно снимать в киношном формате с пропорциями 9 к 21, выглядит это очень эффектно. А вот автономность самая обычная, прожорливый процессор и 120 герцовый дисплей дают о себе знать. Тем не менее, при активном использовании гаджет проработает без подключения к розетке примерно один день. Быстрая зарядка, идущая в комплекте на 15 ватт, немного спасает ситуацию, иногда можно подзарядить смартфон в течение дня, но в целом чудес автономности не ждите. В общем, несмотря на отсутствие премиальных замашек, основные атрибуты современного флагмана смартфон сохранил. Здесь вам и 120 герц, и беспроводная зарядка, и влагозащита, все это достаточно актуальные и полезные вещи. К тому же камера отлично фотографирует и умеет снимать плавные 4К видео. При всем при этом немного расстраивают средние показатели автономности, с другой стороны, на общие впечатления от смартфона они сильно не повлияли, так как на рабочий день заряда батареи, как правило, хватает всегда. В любом случае, у S20 FE соотношение стоимости и характеристик сейчас одно из самых лучших на рынке, поэтому смартфон наверняка найдет свою аудиторию. Ну а я напоминаю, что вы смотрели geekinsight.ru, увидимся в следующих видео и всем пока!